В выставочном центре представлены около сотни информационных ресурсов со всей страны и зарубежья. В этом году почетный гость выставки Китай. Сейчас в павильоне работает наша съемочная группа. На прямую связь со студией выходит наш корреспондент Наталья Тарасюк. Наталья, добрый день. Поделитесь с нами, что сейчас происходит на крупнейшей выставочной площадке страны. Практически только что прозвучали последние аккорды выступления образцово-показательного оркестра Министерства внутренних дел. Концерт предварил символичную церемонию открытия 21-й международной специализированной выставки СМИ в Беларуси. В этом году она проходит под девизом «Нам доверяют». И вот гости выставки могли ознакомиться со стендами еще с 10 часов утра. Редакции газет и журналов, телевизионные студии, офисы информационных агентств и продакшн-компаний в миниатюре разместились на площади более чем в одну тысячу квадратных метров. Выставка, по сути, разделена на три зоны. Главная сцена – конференц-зал и непосредственно стенды самих участников. А это более 400 печатных изданий теле, радио, программ и каналов. В этом году свое печатное слово и телевизионный контент представят СМИ не только из Беларуси, но и из России, Болгарии, Грузии, Германии, Индии. Почетный гость в этом году – Китай. Впрочем, китайские журналисты еще в понедельник отправились в полноценный пресс-тур по нашей стране. Для нас это очень хорошая выставка, хороший шанс. Мы – китайский культурный центр, мы хотим показать китайскую культуру и стимулировать сотрудничество между Беларусью и Китаем. Гости выставки смогут также поздравить с днем рождения сразу несколько печатных изданий. Газете «Новополоцк» сегодня исполняется четверть века. У журналов «Белорусская думка» и «Полными» более серьезный юбилей – 95 лет. Столетний рубеж в этом году перешагнет «Оршанская газета». А вот отметку в век уже преодолели газета «Полоцкий вестник» и «Гомельская правда». «Гомельская правда» – первая газета в республике в этом году отметила 100-летний юбилей – 22 марта. Мы уже издали книгу о своей газете «Гомельская правда». В настоящее время продолжается оцифровка всего 100-летнего архива газеты. Где-то больше половины уже сделано, поэтому скоро нашу всю 100-летнюю историю можно будет посмотреть в справом виде. Выставка будет очень насыщенной. Список участников, а также перечень проектов, презентаций, мастер-классов, фотосессий, дискуссий занимает более четырех десятков страниц. Практически как журнал, и все это в течение трех дней. Также стоит отметить, что организаторы выставки решили не откладывать на последние объявления итогов тематических конкурсов. Имена и фамилии тех, кто лучше всего владеет пером и подает тему межкультурного диалога, мы узнаем в ближайшие два часа. Затем награды вручат журналистам из-за материалов, посвященных столетию белорусской милиции. Обладателей «Золотой лидеры» и конкурс опечатанных СМИ мы также узнаем в течение выставки. Продлится она до 6 мая. Людмила. Спасибо, Наталья. Сегодня в Минске открылась выставка СМИ в Беларуси. Продолжение следует...